В Казахстане в десятый раз отметят День Труда. Традиционно он празднуется в последнее воскресенье сентября. Данный праздник призван воспитывать новые трудовые династии. Запланирован целый ряд масштабных мероприятий, посвященный Дню Труда. В том числе конкурс, на который поданы уже сотни заявок. Все подробности в сюжете. Учит народная мудрость. Терпение и труд все перетрут. Раз. Кончил дело, гуляй смело. Два. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Три. Работа не волк. Нет, нет, это не надо. Еще есть пословица учения и труд. Рядом живут. И подтверждением служит современный рынок труда, условия на котором сильно изменились. С развитием цифровизации все больше нужны работники технического, технологического направления и сферы IT. Другие отрасли тоже должны владеть базовыми знаниями и навыками работы с компьютером. Понятно, что в этом плане, конечно, необходимо принятие определенных мер с учетом этих глобальных и региональных вызовов. Рынок труда, конечно, безусловно, трансформируется. Если брать экспериментные данные, то получается, по данным экспертов, от 8 до 50% всех рабочих мест в ближайшие годы они так или иначе будут автоматизироваться. Понятно, что это повлечается за собой отдельные издержки. Можно говорить и технологические безработицы. Безусловно, будет и трансформация профессии. Усложняются будут сами трудовые функции. В Казахстане всего 9,6 миллиона человек. Рабочие силы и доля занятого при этом 9,1 миллиона. То есть 95% из них, 6,8 миллиона – это наемные работники. По данным официальной статистики, у нас лидерами по роду занятий являются специалисты-профессионалы с количеством занятых 2,2 миллиона человек. Это порядка 24% от общей занятости. Работники сферы услуг и продаж составляют 1,3 миллиона человек – это порядка 15%. Рабочие сферы промышленности, строительства, транспорта насчитывают у нас порядка 800 тысяч. Мерами трудоустройства охватят 950 тысяч человек, а вообще в ближайшие годы до 50% рабочих мест будут автоматизированы. Об этом сообщили в Минтруда, и нужна трансформация существующих профессий. Некоторые вовсе могут исчезнуть со временем, ну а чтобы молодое поколение было трудолюбивым и брало пример с трудовых династий, ввели День труда. А в этом году предстоит целый ряд мероприятий, которые приурочены к 10-й годовщине праздника. Например, в воскресенье пройдет телемарафон на одном из каналов, а еще организован конкурс на выявление лучших трудовых династий. Есть у нас ряд хороших примеров, показательных оценки данных людей труда. Среди них, конечно, это высокие звания Базн-Казахстан-Инбек-Иры, это Базн-Инбек-Ардегель-Иры, а также ряд других мероприятий. К слову о труде, вышел рейтинг регионов с самой высокой зарплатой. Бюро национальной статистики показало, что максимальный уровень оплаты труда в Жанаузине – это 686 744 тенге и самый низкий в Талдокургане – 212 136 тенге. Но и стоимость жизни при этом с каждым годом растет. Кстати, в данные о том, что средняя зарплата по РК – 365,5 тысяч тенге, население неохотно верит, ссылаясь на свои 90, а где-то и 120 тысяч тенге в месяц. Тут пригодится еще одно выражение, что существует ложь, большая ложь и статистика.